В Саранске осудили двух местных жителей. Мужчинам были предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и кражах. Следствие установило, что в конце июня прошлого года в квартире одного из осужденных отдыхала компания из нескольких человек. В числе приглашенных был 63-летний потерпевший, живущий по соседству. Какое-то время один из фигурантов попросил у него посмотреть телефон, но получил отказ. Тогда обвиняемый стал избивать пенсионера, а хозяин вместо того, чтобы разнять мужчин, сам присоединился к драке. Они избили соседа до потери сознания, после чего отнесли к двери и позвонили в звонок. Скорую потерпевшему вызвала его супруга. Позже врачи диагностировали у пенсионера множественные переломы ребер. Обвиняемые их задержали на месте происшествия, вину в совершении преступлений они не отрицали. В ходе предварительного расследования также была установлена причастность 34-летнего обвиняемого к кражам двух мобильных телефонов и банковских карт, с которых впоследствии он совершил хищение денежных средств в сумме 3660 рублей. По приговору суда 37-летнему обвиняемому назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы, второму фигуранту в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Ночью 16 апреля в Мордовии произошла авария, в результате которой погиб 18-летний молодой человек. ДТП случилось на трассе в Лямберском районе. По данным госавтоинспекции, в автомобиле было два человека, погибший и 19-летний парень. Ехали ребята на легковушке Ниссан Альмера. В какой-то момент авто вылетело с дороги в Кювет, где перевернулось. В результате 18-летний молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй пострадавший был госпитализирован. По факту произошедшего назначен ряд экспертиз, которые прольют свет на все обстоятельства случившегося. Накануне в Октябрьском районе Саранска тоже произошел дорожный инцидент. В нем пострадал 20-летний водитель отечественной легковушки. По предварительным данным, он не уступил дорогу автомобилю Митсубиши «Лансер», что привело к столкновению транспортных средств. Медицинская помощь понадобилась виновнику аварии. Врачи осмотрели его и провели медицинское освидетельствование. Выяснилось, что и он, и водитель «Лансера» трезвы. В Армадановском районе возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины без определенного места жительства. Его подозревают в краже. По данным правоохранителей, днем 13 апреля фигуранта пригласил к себе домой 83-летний пенсионер. Мужчина предложил выпить, бездомный согласился. Потерпевший в его присутствии достал из шкафа сумочку с накоплениями и выделил оттуда 1000 рублей на покупку алкоголя. С этими деньгами он отправил подозреваемого в магазин. Когда последний вернулся с покупками, мужчины выпили. Немного погодя, захмелевший пенсионер заснул, а его гость забрал остатки денег из тайника и ушел. Проснувшись, дедушка увидел, что бездомный похитил его сбережения и обратился в полицию. В кратчайшей стройке личность подозреваемого была установлена. Сотрудник уголовного родственного МВД России по Армадановскому району мужчина был задержан в доме одного жителя поселка Армаданово. У фигуранта сотрудниками полиции были изъяты денежные средства в сумме 42 600 рублей. Остальные денежные средства он успел потратить на приобретение продуктов питания и спиртного. В отделе полиции мужчина полностью признал свою вину и дал признательные показания. Пресс-служба УФСИН Мордовия сообщает, что на территорию одной из исправительных колоний региона вновь пытались доставить запрещенные предметы. Сотрудники учреждения задержали жителей республики в тот момент, когда он хотел перебросить на зону свертки с мобильниками. До осужденных не дошли семь сотовых телефонов и зарядное устройство. По факту административного правонарушения составлен протокол. Четыре года условно с испытательным сроком на полтора такое наказание вынес Торбеевский районный суд в отношении бывшего наркополицейского Виталия Балабайкина. Мужчина признан виновным в превышении должностных полномочий и преступлений, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Суд также лишил мужчину должностных привилегий на три года и звания младшего лейтенанта полиции. Следствием и судом установлено. В 2018 году сотрудник полиции в целях искусственного формирования положительных показателей по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории обслуживаемого района путем высказывания угроз потребовал, чтобы подросток нарвал околноплю, затем перевез в Торбеевский район, где обеспечил незаконное хранение. Далее бывший полицейский действовал по заранее придуманному сценарию. Подросток по его требованию передал рюкзак с наркотиком внутри другому несовершеннолетнему. Страж порядка провел изъятие отравы и направил в следственные органы соответствующие документы. Вероятно, такая схема могла и не вскрыться, вот только правоохранители завели дело на подростка. В процессе расследования он рассказал, как все было, и уголовка в отношении него была прекращена. После этого материалы собирались уже на сотрудника полиции. В январе 2020 года полицейский был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...